Всем привет! Всем здравствуйте! Сегодня у меня такой, видите, весенне-летний антураж. Через 10 лет... Господи, нет! Через 10 дней лета, поэтому сегодня обзор летней коллекции My Impulse. Я давно о ней не говорила, и так как мы всегда весенне-летние коллекции, которые как локомотивные идут, выпускаем в феврале, потому что заранее обычно к летнему периоду готовятся. И сегодня я хотела бы начать с трендов. Причем про тренды не принты, то, что чаще всего нам интересно в маникюре, а про тренды цвета. И вы поймете, почему оттенки My Impulse такие яркие, сочные, именно такие. Потому что когда ты как мастер маникюра понимаешь, почему такой оттенок, возможно, у этого клиента, она, например, несмотря на это, никогда не носит такие яркие цвета, то вы ее можете убедить через вот эти объяснительные беседы, вдохновляющие рассказы о трендах, о моде. И это может транслировать абсолютно любой мастер маникюра. Потому что многие говорят там про себя, я не модная, я там в этом ничего не понимаю, я всего лишь мастер маникюра. Но, на самом деле, вы зря так о себе думаете. Каждая девочка, женщина, мастер маникюра, она может стать полноценным таким транссеттером в моде. И в маникюре в том числе. Вот. Поэтому. Сейчас сделаю небольшой обзор самой коллекции My Impulse. Еще раз выкрашу оттенки, покажу. Но сначала тренды. Вот. Но сначала тренды. У меня небольшая презентация для вас, чтобы было удобно вам рассказывать. Давайте сейчас переключимся на презентацию. Итак. Как правило, модные дома моды, в том числе и масс-маркет, он ориентируется на всевозможные институты цвета. Конечно, самый модный, самый популярный цвет, институт цвета, это понтон. Да. Это британский институт. Сейчас. Давайте уберем меточку. Открываем. Немножко она начинает бесить. Вот. Но, несмотря на это, всегда есть определенные течения модные, которые родились не потому, что там нам рекомендуют эти оттенки институты, да, или там навязывают какие-то модные дома, а зачастую многие цвета попадают в тренд посредством какой-то массовой информации, информации, там, культурной информации, там, особенно кино, телевидение, там, поп-культура особенно, ну и остальные вообще субкультуры. Особенно уличная мода, она тоже зачастую сейчас является таким очень сильным, влиятельным звеном, который формирует вот эти вот вкусовые предпочтения у того или иного сезона, или у той или иной прослойки девочек, женщин, которые потребляют эту моду. Вот. Поэтому понтон – это, скажем так, не окончательная такая инстанция, которая вот приняла решение, вот эти цвета модные, значит, мы будем только в рамках этих цветов создавать интерьеры, создавать мебель, создавать текстиль, создавать моду, аксессуары и так далее. Вот. Поэтому, если мы сейчас посмотрим внимательно, понтон, он всегда делает достаточно широкую линейку. Он делает всегда достаточно широкую линейку. И если мы возьмем, например, ту же коллекцию My Impulse, которую мы выпустили в феврале этого года, это весенне-летняя коллекция, она основная, локомотивная, мы на нее делали основную ставку, сам дайджест, каталог дизайнов, мастер-классы, декорации. Все делалось в связке с этой коллекцией, потому что мы всегда выпускаем еще мини-коллекции промежуточные. Вот. Но это вот основная коллекция, где то, что мы собираем, отталкиваясь именно от течения моды. И если мы сейчас посмотрим цвета, давайте начнем с первого цвета. С первого цвета у My Impulse хочу начинать именно с цвета орхидеи, с сиреневого цвета, потому что сиреневого цвета сейчас очень много. И о нем говорят, что это цвет года, и он очень модный. Давайте посмотрим на этот цвет. Вот о нем говорит Pantone, Very Perry, и он достаточно такой, знаете, вот глухой цвет, с легким подтоном серого, слегка перламутровый. И вот если брать в рамках одежды, ну, весенний-летний период, такой цвет, например, так как сейчас такая вообще общая тенденция, это яркие чистые цвета классические, этот цвет не очень вписывается. Поэтому, если мы обратим внимание на то, что выпустила в итоге высокая мода все-таки, то у высокой моды цвет лаванды, да, вот цвет сиреневый, его много, и он разный у всех. И где-то такой более прям сочный, классический, где-то такой вот приглушенный, прям совсем пастельный, выбеленный. Вот. И мы, в свою очередь, добавили в свою коллекцию тоже лавандово-сиреневый, но он больше подходит к Pantone номер 14, Orchidee Bloom. И он, кстати, тоже в раскладке у них есть, но он не Very Perry. Вот. Сейчас вот понятно, почему мы сделали такой оттенок. Я, например, когда в Very Perry увидела, думаю, ну, блин, ну, это капец, это бабушкин цвет. В одежде это еще нормально смотрится. Думаю, в маникюре это будет весенне-летней коллекции. Ну, странно смотреться. Как бы вот осенью такой бы цвет зашел, хорошо. Вот. Поэтому в My Impulse идет именно такой чистый, светлый, сиреневый. И вот сейчас я буду выкраску делать. Вы увидите, что он с очень красивым шиммером. Он перламутровый. Мы его решили все-таки сделать перламутровым, так как Pantone, он говорил о том, что Very Perry, он перламутровый. Вот. Мы сделали перламутровый, но не стали делать серый. Вот. Но я считаю, что это более правильное такое решение, чтобы сиреневый был такой классический. Следующее, что мы видим на показах. На показах и у того же Pantone очень много голубых оттенков. Очень много голубых оттенков. Они тоже очень разные. И сейчас мы посмотрим... Нет, тут слайда, все приготовлено. На сам оттенок тоже, я его сейчас когда выкрашивать буду, он на самом деле более сочный, небесный голубой. Это Pantone номер 16. Он тоже входит в линейку сейчас цветов, которые рекомендует Pantone на 2022-2023. И вот многие там просят сравнить его с прошлым летом. Смотрите, этот оттенок, он прям такой сочный. Он прям вот такой, знаете, какой-то лавандово-голубой. Давно такой цвет просили. Мне вот особенно вот кто у нас представители из Америки, и мастера маникюра, и эми мастера, кто работает вот в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, они все время просили вот такой вот голубой, но вот чтобы он был чистый. Это вот я по многочисленным просьбам, когда увидела у Pantone номер 16, думаю, значит, в этой коллекции будет именно такой голубой. Вообще, если мы посмотрим на голубые, вы уже понимаете, что голубых очень много этим летом, и они очень разные, и синие в том числе. Но самый, я считаю, вот такой, вы знаете, вот прям вот просто пушка. Это вот голубой, который... Это идет именно с такой пигмент, смотрите. Когда колируют гель-лак данного цвета, или лак, или краску, там идет именно в составе такой пигмент. Например, с такого пигмента ты никогда не получишь синий, такой классический, да, ультрамарин. Вот, а это такой вот голубой, он светленький, он не такой темный, какой мы выпускали в декабре, потому что этот тренд начался еще в сентябре 2021 года, и постепенно он уже прям, вот знаете, набрал обороты. Вот этот октенок синий-голубого вот сейчас, в лето 2022 года. Вот, в лето 2022 года. Сейчас мы посмотрим этот цвет гель-лака, он вкуснейший просто. Он, вот, вот, он сейчас на руках, посмотрите, как красиво сочетается. Вот, я считаю, что это вот must-have этого лета. Если в том году must-have был зеленый, то в этом году must-have это вот этот голубой. Причем, несмотря на то, что, например, у клиента нет в гардеробе такого голубого, а он должен быть, вот, маникюр идеально будет сочетаться с яркими оттенками гардероба. А сейчас даже если, например, мы уберем в сторону масс-маркет, возьмите просто шоу-румы. Шоу-румы все завалены яркими, чистыми, классическими оттенками. Вот, и когда, например, вы купили зеленую рубашку, оранжевое платье, там, желтый пиджак, и у вас вот такой маникюр, это просто классно, это модно, и вы прям вот просто даже короткий маникюр без дизайна, без ничего. Поэтому вот этот цвет, я считаю, что должен быть у каждого мастера, потому что он просто, ну, вкусняха. Вот он, он вкусняха. И поэтому у нас здесь, видите, в My Impulse несколько оттенков. Вот есть прям такой вот голубой-синий-голубой, как у меня на руках, а есть вот, как предыдущий цвет, я вам описывала, понтоновский, такой голубой, вот прям он нежный, такой вот прям вкусный тоже. Вообще, я считаю, что эта коллекция очень удачная, и у нас попадание на 95%, потому что, вот представьте, как создаются коллекции, что одежда, моды, обуви, сумки, вот у нас, например, все для маникюра. Представьте, мне, чтобы создать коллекцию на следующее лето, например, лето 23-го года, мы цвета подбираем уже вот январь-февраль 22-го года. Получается, цикл есть за год, за полтора, и вот настолько заранее угадать цвета очень сложно, потому что, смотрите, вы сейчас, сейчас еще институты понтон, они в открытую об этом не говорят. Да, и мы сотрудничаем с институтом понтон, там на платной основе можно получать огромные каталоги, там стоимость этих каталогов измеряется большими суммами, на основе этих каталогов тоже можно сделать предварительный анализ. Вот, и я считаю, что вот анализ, который мы провели в том году, когда создавали коллекцию лето, потому что эта коллекция 22-го года, она создается всегда прошлым летом 21-го года. Вот попадание на 95%. Вот, ну, всегда идет как? Здесь всегда идет 80-70% это тренды, которые мы видим на подиуме. Галюс, ну не получится. Вот, и всегда процентов 10-20 остается это то, что вот, ну, как бы мы считаем нужным, что вот эти цвета нужно добавить, например, голубой. Хотя понтон он дает этот голубой, но мы этот голубой, например, ставили не потому, что там, я там опиралась на их какие-то прогнозы, а потому что нам нужен был цвет вот этот в коллекцию. Такого цвета прям давно не хватало. Дальше. Самые вкусные цвета, самые боязливые, которые просто все жутко боятся, это цвета оранжевые. Вот, напишите, кто боится оранжевых цветов. Вот, кто вообще, как бы в своей голове, мало то, что какой-то маникюр оранжевый, он не может быть оранжевым маникюр. А еще там, например, себе платье, пиджак оранжевый, топик оранжевый. Тут в вашу голову такие цвета, в принципе, не заходят, что это просто мувитон. Сейчас оранжевый, вот даже понтон, вы, например, у понтона сильно много оранжевого не найдете. Там в каких-то исследованиях у понтона вообще нет оранжевого, он отсутствует оранжевый. Но при этом оранжевый очень модный. Причем я это еще поняла прошлым летом. Думаю, вот он где-то частично, где-то вот появлялся точно, я еще думаю, блин, 100% в следующем летом это выстрелит. И это выстрелило. Я вот все время эту статью даю многим читать. Вот кто начинает меня спрашивать, блин, ну нафига вы сделали оранжевый? Я вот сегодня даже пост выложила. Вот кто читал, почитайте обязательно, что оранжевый сейчас называют новым черным. Это, знаете, как не просто выражение. Это выражение сейчас пошло после выхода в прокат сериала оранжевый, новый черный. И там даже есть такая картинка, смотрите. Вот она там про женщину. Тюремная форма, смотрите. Оранж из Веню Блэк. Вы видите, откуда пошел на... Вот это то, что я говорила, что не всегда на моду, на какие-то тренды влияет сама мода. И влияют, например, какие-то институты, да, которые все это прогнозируют и разрабатывают. Что на самом деле на многие тренды, которые появляются, вот настолько как-то ярко, с всплесками, влияют иной раз вот такие вещи, как кино, кинематограф, звезды шоу-бизнеса, тиктокеры, всевозможные субкультуры. Особенно уличная мода. Я всегда говорю, уличная мода – это вообще сейчас какое-то отдельное такое направление, на основе которого сейчас формируются не просто какие-то точечные тренды, а прям, знаете, большие, огромные течения. И эти течения подхватывают модные дома. Не наоборот, да, когда уличная мода подхватывает у высокой моды, а сейчас наоборот все работает. Сейчас высокая мода смотрит на улицу, вот, смотрит на культуру. Вот, поэтому, девочки, номер 369 – это роскошный цвет. Не бойтесь оранжевых цветов, они действительно, ну, необыкновенно смотрятся на маникюре. Вот у меня сейчас на ногах педикюр такого цвета. Вот, есть, конечно, особенности – оранжевые, желтые цвета. Чтобы сделать в гель-лаке, в лаке плотными, там нужно добавить такую процентовку пигмента, чтобы это было более или менее плотное, и чтобы это более или менее нормально просыхало. Вот, поэтому, мне просто иногда вот пишут, у меня там желтый-оранжевый, нифига не сохнет. Сохнет – отлично. Если не сохнет, это первое – нанесли жирно. Второе – просто, значит, лампа, ну, как бы, надо либо менять лампу, лампочки менять. Это первый признак, что лампочка уже на издохе. Потому что, например, по базовым материалам, по базе, по топу не всегда это видно. То на таких примерах, как черный гель-лак, желтый гель-лак, оранжевый гель-лак, это очень хорошо видно. Вот, поэтому сейчас будем выкраску делать. Вы увидите этот оранжевый роскошный. Вот, его очень много. Оттенки тоже разные. Я выбрала в свою коллекцию оранжевый, который цвет папайи. Есть еще второй оранжевый. Он тоже очень модный. Это цвет апельсина. Такой, знаете, вот если мы откроем Диор. Диор – это прям такой яркий пример, показатель вот этого оранжевого. У него очень много. Именно микс идет черного и оранжевого. Кто-то пишет, первый слой делать белым, дальше нет проблем. О, нет, ни в коем случае не делайте. Так, цвета плотные, идеально ложатся в два слоя. Вот недавно был эфир последний. Посмотрите, мы выкрашивали на модели My Impulse, сделали классическую коррекцию. Там два нормальных слоя, все идеально ложится, плотно, непрозрачно, и все хорошо просыхает. Подложку для этого не нужно никакую делать. Ни в коем случае. Вот, поэтому у нас оранжевый цвет папайи. Вот, ну, я считаю, что именно для летнего сезона оранжевый, вот, цвет папайи, он более будет, знаете, как-то в контексте. Он на ногтях, особенно под матовым топом, смотрится как-то вкуснее, чем вот именно апельсин. Вот для меня цвет апельсина, эти цвета лучше брать, вот сейчас осень наступит, и мы начнем, наверное, вот такими оранжевыми работать, больше к апельсину. Потому что и осенью оранжевый будет в тренде. Это как в том году я вам говорила, запасайтесь зелеными, да, оно так и есть. Вот мы прошлым летом мазали зеленые, мы осенью мазали зеленые, мы зимой опять красили зеленым, потому что пошли искусственные шубы, зимнее пальто, сумки, все зеленого цвета. И зеленый не сдает обороты. Обратите внимание, что оранжевый, что зеленый, он чуть-чуть изменил потон, он стал таким больше зеленым яблоком, он стал больше зеленым яблоком. Но вот смотрите, модель повыше, да, если мы берем Версачи, да, у Версачи он такой больше зеленый, прям яблочко. А вот ниже пиджачок, да, вот девушка с каре, здесь он такой уже больше зеленый, который вот был в том году. Поэтому зеленых очень много, но мы сделали именно цвет как у Версачи. И зеленого яблока его больше, намного. Да, и еще в маникюре очень классно комбинировать, когда вы берете, например, оранжевый и зеленый. Когда вы берете, например, оранжевый, зеленый и желтый. Вот разноцветные ногти делать, даже без дизайна. Это уже дизайн сам по себе, когда у вас маленькие ноготочки покрыты либо двумя, либо тремя оттенками. Поэтому вот этот зеленый, он, во-первых, есть у понтона, это понтон номер 15. Вот, у нас это номер 368 гель-лак, сейчас тоже сделаю выкруску, посмотрите, вкуснейший оттенок. Просто в однотоне на ногтях смотрится очень вкусно, очень вкусно. И в сочетании вот именно с оранжевым, сейчас кто-то из девочек написал, тоже будет очень классный маникюр. У нас в дайджесте, конечно, очень много примеров маникюра, каталог последний очень вкусный вышел. Дайджест живой, электронный, можно, кстати, купить дайджест в электронном виде, там очень много идей по миксу вот этих ярких чистых оттенков. Желтый, то же самое, я когда в том году, помню, думали над летней коллекцией, я вот еще весной поняла, думаю, желтый 100% выстрелить в следующем году, это значит сейчас, в 2022 году, потому что он только точечно начал появляться, то сейчас его действительно очень много. Сейчас вы можете даже костюмы двойки-тройки встретить желтого цвета, представьте, такое, блин, страшного сне не приснилось бы два года назад, что такое отшивали. Вот, вы все знаете, что я сейчас запустила новый проект, у меня стартовала марка одежды, вот, я сейчас экспериментирую, это такое мое маленькое хобби, я вот ставку, кстати, тоже делаю на цвета, я сейчас попробовала завести черный, бежевый, поняла, что это не моя история, я буду продавать только чистые цвета, поэтому к осени у меня осенняя коллекция будет с вырви глаз цветами, вот, хотя гель-лаки мы не планируем делать яркие, потому что у нас выходило очень много последнее время ярких коллекций, у нас немножко сейчас уже перенасытилось, сейчас достаточно, и к осени мы начнем уходить в более такие природные цвета, поэтому не переживать, но в одежде я этот тренд сохраню, вот, поэтому желтый, понтон 14, вы увидите в любом обзоре понтона, его очень много, в одежде просто очень много, начиная с Диор, представьте, у Диора желтый, у Диора оранжевый, у Диора синий, у Диора зеленый, вот, представьте, казалось бы, Диор, и он ушел вот в такую яркую классику, вот, поэтому я считаю, что мы с цветами My Impulse попали, ну, просто в точку, настолько, точнее, просто не придумаешь. Здесь, чтобы клиенту продавать такие цвета, такое покрытие яркое, то, конечно, здесь нужно самой, понимаете, самой носить такой яркий маникюр, а не сидеть с натуральными ногтями или покрытым красным лаком, я ничего против не имею, но все же. Так, ну и, конечно, розовый, смотрите, мы не стали в розовый добавлять в эту коллекцию, такой более няшечный, более летний, потому что у нас планируется осенью выходить еще розовая коллекция отдельно, вот, и мы решили, как всегда, добавить какой-то один цвет, чтобы он выбивался из коллекции, что-нибудь с блесточками, решили сделать вот такую нежнятину, сейчас тоже буду выкрашивать, это самый популярный цвет, я не знаю, почему, короче, этот цвет у нас, если взять школу, взять салон, короче, мой импульс, все цвета, вот этот оттенок, 372, он закончился уже, вот сейчас еще лето не началось, уже за февраль-март цвет выкрасили, вот, ну, это о чем говорит, любят у нас, любят клиенты базовые цвета, что-нибудь нейтральное, нежненькое, это такой полупрозрачный, такой с французским, для французского маникюра молочко розовое, с красивым шиммером, вот, вот этот цвет реально закончился, даже вот мне вчера со школы приходили, спрашивали, можно у вас с вашего кабинета забрать именно вот эти, вот этот номер, потому что, говорит, эти цвета еще есть, а вот эти уже вымазали бутылечки пустые, вот, поэтому розовый он, да, в тренде, но вот прям как таковой откровенный розовый мы не стали добавлять в эту коллекцию, мы сосредоточились на необычных цветах, вот, давайте, посмотрим, что конкретно у нас тут теперь, так, выключаем, прекратить публикацию, привет, всем привет, вы видите, сколько мы сейчас эфиров для вас сделаем, мы снова, мы снова ударились в инстаграм, я просидела месяц вконтакте, просидела месяц, но сейчас мы все дублируем, я все эфиры с эфира, с инстаграма выгружаю вконтакт, все дублируем, поехали, мой импульс, очень яркая, как всегда в наборе обязательно что-нибудь у нас идет, у меня здесь, правда, набор уже не новый, смотрите, я здесь так положила, чтобы было понятно, понятно, что идет 8 ложечек, потому что 8 цветов, обязательно идут наклейки, 8 штук, вот, и в этот раз мы положили вот такую голубую фольгу, потому что здесь больше всего именно голубых оттенков, и положили вот такие смайлы, потому что они тоже разноцветные, чистых цветов, и они идеально дружат с этой коллекцией, так, давайте сейчас быстренько с вами, чтобы я вас сильно не задерживала, у нас такой, знаете, экспромт сегодня, сейчас мы отключим, отключим, и поехали, начну с самого моего любимого цвета, это то, что видите у меня на руках, это номер 371, я не могу, это вот, это вот любовь, обязательно сделаю осенью такого цвета пиджаки, обязательно, сейчас просто я уже с летом, видите, я свой новый проект поздно запустила, я сейчас отшила только костюмчики из льна, вот, сделала пару базовых и пару вырви глаз, вот, это пока я опыта набираюсь, ой, какой вкусный, боже, какой же ты красивый, я бы просто покрывала ногти клиентом, даже дизайн не делала, вот, если вы возьмете наш каталог, последний дайджест с дизайнами, там, конечно, мы очень много примеров, сочетания для вас сделали, чтобы вы знали, как миксовать эти яркие цвета, следующий цвет, который у меня сейчас на ногах, тоже не могу пройти мимо этого цвета, номер 369, он вкуснейший, вкуснейший цвет, тоже напомню, девочки, не нужно никакой подложки, он нормальный, плотный, оранжевый, просто, чтобы он просыхал, ну, во-первых, нужно не наливать, ну, если он у вас съежился, ну, значит, сто процентов налили, вот, давайте, я сейчас специально не наношу толстым слоем, наношу такой тоненький слой, чтобы на два слоя, ну, по идее, сейчас нужно просушить и еще раз слой нанести, в принципе, и так видно, что за оттенок такой, знаете, цвет папайи, сразу же берем желтый, то же самое, наносим средним слоем, не надо наливать, ну, желтые пигменты, оранжевые пигменты, ну, оранжевый, он на основе желтого идет, сделали такую, знаете, вот, ну, универсальное соотношение, количество пигмента, по плотности, чтобы это было и комфортно в нанесении, плотно, чтобы в два слоя, ну, нормально, ну, смотрите, ну, я такой вот, ну, тоненький слой наношу, нормально для одного слоя легло, сейчас еще второй слой будет роскошно, я сейчас специально не наношу жирным слоем желтый, чтобы вы видели, что он не прозрачный, ложки прозрачные, не надо никакую белую подложку, но и наливать нельзя, нельзя наливать, нужно просто, ну, как бы, нужно понимать, что желтый есть желтый, вот, вкуснейший зеленый, 368-й, тренд, я обожаю наши зеленые, все время напоминаю про зеленые, которые у нас вышли в тем летом, не забудьте, потому что этих зеленых тоже очень много, очень много пиджаков, юбок, сумок, обуви, зеленые, они вот и холодные, и теплые, потемнее, в моей импульсе, мы сделали самый модный сейчас зеленый, этот цвет яблока, этот цвет яблока, вот, сейчас девочки пишут, Катя нанесла желтый в два тонких слоя, все просохла, относила идеально, но при этом, при снятии фреза забивалась этим пигментом, ну, это нормально, здесь ничего, ну, как бы, страшного нет, просто очищаете фрезу, и работайте дальше, потому что пигмента постарались в желтый, в оранжевый достаточно добавить много, вот, потому что даже если вы возьмете наши желтые из классической коллекции, они намного прозрачнее, ну, потому что, по идее правильнее делать, конечно, более полупрозрачные, но мы постарались сделать более плотный, вот, поэтому, конечно, и такое количество пигмента, оно может приснять и давать вот такой эффект. Дальше, вкуснейший голубой, голубой, 365-й, 360-й, они очень вкусные, девочки, не бойтесь яркой коллекции, во-первых, большая часть цветов, она у нас уже идет в базовый ассортимент, мы оставляем, потому что желтый такой по-любому нужен, еще ближайшие 2-3 года будем покрывать, оранжевый тоже идет в ассортимент, вот этот роскошный голубой, оба голубых мы, кстати, добавили в ассортимент, вот у нас не было до этого такого голубого, видите, какой он сочный, небесный, он такой, знаете, между лавандой и голубым, между незабудкой и лавандой, и вот здесь тон вот такой хороший, и не слишком темный, да, не джинсовый, не приглушенный, и не слишком выбеленный, вот прям вкусненький, но мне оба нравятся, и этот, который прям вот синий-голубой, и вот этот, который прям небесный-голубой, ну и остается лавандовый, это то, что я вам сейчас в презентации показывала, что если мы возьмем высокую моду, и даже масс-маркет, очень много оттенков, и они настолько разные, они разнятся, потому что даже сам институт Пантон, у него минимум там два цвета лаванды идет, один Very Perry, но он мне не нравится, вот если в одежде он еще нормально смотрится, да, на ногтях такие оттенки, перламутровые, с серинкой, лавандовый, для меня это бабушкин цвет, вот, и летом в Very Perry мы не стали делать, потому что сориентировались на высокую моду, и там все очень хорошо видно, что в основном все какие лавандовые цвета выбирают, яркие, пастельные, но они чистые, вот сейчас хорошо видно, очень красивый такой золотистый шиммер, прям очень симпатичный золотистый шиммер, прям очень симпатичный, давайте еще раз напомню вам за Пантон, смотрите, у Пантона, у него есть Орхидея, это Пантон номер 14, да, Орхидея Блум, и есть Верри Перри, вот он, сейчас я вам Верри Перри покажу, но вот Верри Перри мне, не знаю, мне вот этот цвет года прям вот вообще не зашел, я считаю, что даже в одежде покупает лучше какие-то более чистые, сочные, вкусные цвета лаванды, вот, потому что лаванды действительно очень много было, и весной, и сейчас летом лаванды тоже очень будет много, видите, она лаванда разная может быть, вот, ну и тем более у нас в ассортименте тоже много разных лавандовых оттенков, этот решили сделать именно с шиммером, потому что любят сейчас многие клиенты, вот, что бы ни говорили, блестки из моды не выходят, и вот то, что он блестящий, этот сиреневый, это его как-то отстраивает от других лавандовых оттенков даже нашей компании, вот, ну и придает ему определенную вкусняшесть, вот, дальше следующий цвет, кстати, я про него вам не проговорила, кстати, мы его пропустили, девочки, прошу прощения, как я могла пропустить этот цвет, этот цвет у понтона идет, смотрите, номер 366, я его когда колеровала, я его колеровала прям чисто под понтон, это, знаете, что-то среднее между клубника в разрезе цвет, вот, когда клубнику разрезаете, там вот такой вот красно-коралловый оттенок, слегка выбеленный, с таким легким белесым подтоном, вот, его очень много, во-первых, на подиуме, давайте посмотрим на подиум, очень много, и вот оттенок у гель-лака нам получилось сделать идеально правильно, я считаю, я даже сейчас смотрю на модели, вот здесь у нас представлен Юдашкин, и вот второй сейчас не вижу, что это за модель, смотрите какой цвет, ну один в один прям попадание, и вот для тех клиентов, кто любит красные, да, оттенки, кто любит розовые оттенки, коралловые оттенки, которые вообще, ну как бы не принимают никакие другие цвета вообще на ногтях, кроме вот красной гаммы, вот для них этот цвет идеально будет, вот предложите клиенту не красить в очередной раз красным, да, или коралловым, а предложите вот этот вот такой вот алло-кораллово-клубничный коктейль, я даже не знаю, с чем это сравнить, но он роскошный, он роскошный этот цвет, и как раз вот последний с блёсточками, то что я сказала, у нас в школе, в салоне, именно этот гель-лак, несмотря ни на что, тренды не тренды, вот что любят клиенты, закончился он, вот, ну не переживайте, на складе много, вот, поэтому рекомендую прям покупать по две штуки, девочки, это то, что из моды не выходит никогда, смотрите, он как для французского маникюра, такое молочко розовое, и там куча-куча блёсточек, мелкого, среднего размера, крупненького размера, он очень хорошо выравнивается, смотрите, какие вкусненькие блёсточки, вот почему этот цвет сразу же закончился, понятно, что этим цветом можно дублировать какой-то из этой коллекции цвет, да, но более прозрачно нанести будет тоже хорошо, смотрите, какая вкусняшка, ну, мы всегда любим добавлять вот последние четыре года, у нас если коллекция идёт, то мы обязательно либо шестой цвет, либо восьмой делаем какой-то, чтобы он выбивался из общей гаммы, чтобы он был какой-то блестящий, перламутровый, там, с крупными какие-нибудь вкраплениями, вот что-нибудь такое было, давайте сейчас мы попробуем нанести вот его на какой-нибудь оттенок, например, прозрачно, давайте мы его нанесём, прям вот размазать, полупрозрачно, он очень пигментирован, здесь очень много глиттера, смотрите, вот я почти всё сняла, и остаётся вот такой вот очень красивый золотистый персиковый эффект, видите, очень симпатично два цвета смешать, поэтому этот оттенок может, видите, идти как дополнение, так, ну, всё, это такой вот был краткий обзор коллекции My Impulse, потому что 10 дней осталось до старта лета, когда наши клиенты поедут уже в отпуска, вот, когда побегут уже покупать, наконец, летнюю одежду, потому что в этом году во всех регионах России, в том числе и у нас, лета до сих пор нету, вот смотрите, вот до сих пор нет, я начала продавать летние костюмчики, вот, но по факту ещё пока, ну, как, ты никуда с этими костюмчиками не выйдешь, потому что, ну, прохладно, рубашку ещё можно одеть, поэтому скоро у нас будет сезон ярких цветов для маникюра, и я вам ещё раз хотела напомнить про эту коллекцию, не забудьте, что там идёт выкраска, там идут вот такие вкусняшки бесплатно, в подарочек вот такие смайлы, в этот раз мы добавили голубую фольгу, сейчас обязательно в сторис выложу ещё прямые эфиры, где я делала дизайны с этой коллекции, всем спасибо большое за внимание, если у вас остались вопросы, я могу с вами сейчас, кстати, пообщаться, вот, смотрите, я без фильтра, в принципе, красотка, так, эти мои любимые фильтры, ну, ладно, не знаю, как фильтр поставить, будем без фильтра, так, моя красивая веточка, так, у кого остались вопросы, пишите, смотрите, коллекция есть во всех регионах, есть у всех дистрибьюторов, у оптовиков, возможно, нет каких-то цветов поштучно, но я уверена, сейчас к лету дистрибьюторы обязательно дозакупят какие-то оттенки, которые уже закончились, потому что мой импульс, это локомотивная коллекция, это то, что мы выпускаем всегда большим тиражом и большим объёмом, вот, да, спасибо большое за комплименты, уже пора колоть, я последний раз колола себе ботокс, ну, не ботокс, ксиамин я колю, но это тоже токсин, колола в декабре, уже всё отошло, смотрите, пора колоть. Катя, покажите новую большую коллекцию летнюю, а я вот её сейчас и показала, мой импульс, у нас ещё вышла коллекция красок, смотрите, хотите я вам сейчас сравню её на видео, смотрите, коллекция красок тоже офигенная вышла, давайте я просто переверну сейчас камеру, чтобы вы увидели, она тоже классная, смотрите, это вот коллекция красочек у нас, здесь вот как раз оранжевый более, видите, апельсиновый, голубой здесь более, он такой, видите, синий, зелёный здесь он перламутровый вообще, видите, перламутровый, вот, лавандовый, ну, почти похож, кстати, лавандовый, здесь неоновый такой красный красивый и жёлтый здесь не стали делать яркий, сделали вот такой больше холодный, жёлтый и больше он такой, как чуть-чуть выбеленный, что ли, краска не трескается на ногтях, если вы замоделировали базу гель-лака нормальной толщиной, чтобы у вас, ну, ничего не гнулось, например, видите, вот у меня ногти, у меня ногти замоделированы жёсткой базой, видите, я как бы не пыталась согнуть ноготь, он не гнётся, а когда вы берёте классическую гель-лаковую базу и тонко нанесли, она у вас начинает туда-сюда мотыляться, эти ногти, ещё вы душ приняли, ванну приняли, и всё это вот мотыляется, вот, если вы делаете нормальное моделирование, соблюдаете все нормы архитектуры и даже если вы работаете при этом гель-лаком, краска гелевая отлично стоит, самое главное, краску гелевую наносить на дисперсионную плёнку, либо на зашлифованную поверхность, обязательно на следующей неделе ещё раз проведу эфир с красочками и с гель-лаками My Impulse, у нас поэтому следующая неделя будет вся яркая, буду делать яркие дизайны, потому что уже вот-вот лето, надо начинать делать прям ещё ярче. Так, ещё у нас выходила коллекция, но я её сейчас сильно уже не рекламирую, смотрите, это коллекция Platonic Love, 375, 373, 376, 374. Это лимиточка маленькая, ну вот я знаю, что на складе в Ростове нету, но вот в интернет-магазине есть и у дистрибьюторов ещё есть, поэтому вот кому нравятся вот такие оттенки, видите, они не совсем классические, яркие, они больше такие нежные. Где-то здесь ещё коллекция у меня была, но у меня, наверное, в другом кабинете, ещё одна лимиточка выходила, Viva Ladiva, но я тоже делала обзор её. Когда планируете презентацию новой капсулы? О, девочки, я прям жду не дождусь, ну в конце мая, я сейчас просто одним глазком там иногда в сторис её показываю, хотите вот так я её тоже, смотрите, давайте так издалека, вот такая капсула, смотрите, там много всяких вкусняшек, сколько тут всего вкусненького, ты-ды-нь, и убрали, всё. Показала одним глазком и на этом, нельзя ещё показывать, она выйдет аж в конце мая, да ещё две недели где-то даже, не 10 дней, я так думаю, недели две. Вот, планирую начать капсулой работать через недельку, поэтому ждите. Да, капсулы сделали на основе ваших отзывов за 21 год, потому что в том году у нас вышло аж 3 капсулы, они были маленькие очень, мы получили обратную связь очень хорошую, доработали моменты, которые не устраивали, но основу, что не устраивало, мало декораций, декораций надо больше, больше готовых решений, чтобы было больше гель-лаков, ну, соответственно, и цена будет тоже больше. Вот, ну, как все говорят, что, ну, лучше, чтобы она была такая ёмкая эта капсула, поэтому на основе предыдущих отзывов за предыдущий год в этом году у нас тоже будут новые капсулы, я надеюсь, что их все-таки получится в этом году выпустить не 3, а 4. Вот, с первой капсулой мы сильно задержались из-за того, что были вот непонятки экономические, вот, и оно до сих пор трясет, всех трясет и нас потряхивает, вот, поэтому у нас чуть-чуть, мы из графика выпуска вышли, поэтому в конце мая будет у нас вкусная новинка, но это конкретно для творческих мастеров, вот, кто любит творчество, кто любит вот это вот все, вот это для вас будет. Все, всем пока-пока. Обязательно пересмотрите сначала эфир, вначале была очень классная вкусная презентация по трендам.